Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Приветствуем в России новый бренд Realme. У меня модель для распаковки, для первого впечатления, о котором я сейчас с вами поделюсь, Realme 3. Модель относительно недорогая, выпускается в двух цветах, черный и синий. У меня на тесте синий, я в коробку уже заглянул, но первое включение сделаю сейчас с вами. Отмечу, что телефон относительно недорогой, что в нем есть, мы сейчас посмотрим. Приятного просмотра. Итак, смотрим, что внутри. Realme 3. Я уже знаю про этот смартфон, что у него достаточно большой экран, 6,2 дюйма, защитное стекло Gorilla Glass 3. В комплекте идет бампер силиконовый. Обращаю внимание, что бампер, сейчас я один обязательно на него телефон, он хорошо защищает от ударов, потому что углы вот здесь вот сверху выступают. Но это мы сейчас посмотрим. В комплекте у телефона зарядное устройство и кабель. Используется, кстати, подключение кабель microUSB. Сам телефон у меня синего цвета. Сейчас мы его включим, посмотрим. Кстати, смотрится прикольно. Мне действительно нравится, как выглядит этот телефон. Такая вот перебивка. Прикольно. Сканер отпечатка мы видим на спинке устройства. Двойная камера. Кнопка включения. С обратной стороны кнопки громкости. Лоточек. Слот отмечу тройной. 2 плюс 1. И это, конечно, похвально. Сверху приклеена пленка. Снимать, я думаю, ее не стоит. Скольжение, в принципе, нормальное. Но если она вам помешает, можно снять. Но это не транспортная. Это именно защитная пленка на этот смартфон. В смартфоне используется разъем microUSB. И на нижнем торце также мы видим разъем 3,5 мм для наушников. Смартфон работает на процессоре Helio P60. В полном обзоре чуть позже на этот телефон я его потестирую. Расскажу. Экран у смартфона 6,22 дюйма. HD+. Разрешение экран, разумеется, вытянутый. Сверху вырез в виде капли под фронтальную камеру. Камера у смартфона 3, 13 плюс 2 мегапикселей с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект используется много, где в полном обзоре также все протестирую. Расскажу не только на камерах, но и на энергосбережении и в некоторых других вещах. И фронтальная камера на 13 мегапикселей. Осталось дождаться полного обзора на этот телефон. Работает на данный момент аппарат на Android 9, версия ColorOS. Я все потестирую и все расскажу. И особо хотел отметить бампер. С виду он простой, но он очень интересен тем, что хорошо защищает. Несмотря на защитное стекло Gorilla Glass 3, все-таки лишней защиты не будет. Бортики выступают выше экрана и в случае падения это действительно защитит телефон. Это хороший бампер. Кроме того, производитель заявляет защита от пота, не путайте с защитой от воды. Двойные используется защита как динамика, так и разговорного микрофона. На этом у меня все. Ждите, я потестирую этот телефон полностью про него. Расскажу, что нравится, что не нравится, нюансы, особенности этого аппарата. А я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем. Давид. Счастливо.